Дамы и господа! Я снова рад приветствовать вас на канале Валитуда.ру! Здравствуйте! Давненько мы с вами не виделись. За это время в ММА произошло безумное количество разного рода событий. Вначале я планировал снимать вводный ролик и пробежаться хотя бы по верхушкам, но все взвесив, пришел к выводу, что убью на то, что вы и без меня прекрасно знаете уйму времени, поэтому начнем без раскачки, а накопившиеся мысли я постараюсь выплескивать в новых видео. Хотя нет, раскачка все-таки будет. В ближайшие несколько дней я верну на канал смонтированные заново ролики, которые по той или иной причине мне пришлось удалить. Большинство из вас их видели, поэтому заранее прошу не возмущаться и встречать их как родных, лайками, комментами и репостами. Всего три старых видео, а потом приступим к новым. Договорились? А начнем мы с некрасивой истории, о которой все молчат. И снова начудил боец из России. 13 апреля на UFC 236 в Атланте первое поражение в карьере потерпел представитель России полусредневес Зелим Имадаев, проигравший решением большинства судей Максу Гриффину. Но проиграл и проиграл с кем не бывает, скажете вы. История с неудачным дебютом ветерана Fight Nights так бы и закончилась, если бы не вопиющее поведение бойца в США, о котором в послематчевом интервью в подробностях рассказал его оппонент. Слово Гриффину. Этот чувак полный идиот. UFC не драка в подворотне, а он не может отличить одного от другого. Здесь выступают профессионалы, к которым он не относится. Причина, по которой ранее Имадаева с позором выставили из лагеря Рэнди Кутюра в Лас-Вегасе, была в том, что выходец с Кавказа стремился нанести как можно больше урона своим партнерам в спаррингах, выбирал для этого перчатки полегче и пытался их нокаутировать. Оказавшись в институте UFC, Зелим порывался подраться с экс-чемпионом, членом Зала Славы, всегда спокойным и выдержанным Форестом Гриффином. Все, что я говорил о нем прежде в интервью, чистая правда. Его выгнали из экстрим-кутюр в Вегасе за то, что он выходил калечить спарринг-партнеров. Там же в институте UFC он хотел спровоцировать на драку Фореста Гриффина. Он подлый и грязный человек, но из-за того, как он себя вел вчера на взвешивании и после него, он сильно перегорел. Это помогло мне выиграть. Конфликт между ними случился на пустом месте. Может быть, ничего не понимающий Мадаев услышал незнакомые слова о свой адрес, исходя из собственного представления об окружающем мире, предположил, что его смертельно оскорбили и понял, что пришла пора газовать. Он полон вражды и ненависти. Вчера утром за завтраком в ресторане он напал на меня. Приезжали копы. Потом он снова пытался кинуться на меня перед посадкой в автобус за то, что я говорил о нем. Он настоящий кретин. В нем нет ничего от спортсмена. После предварительного взвешивания мы всей семьей отправились позавтракать. Я поднялся взять в буфете порцию яиц или типа того. И следующее, что я вижу, как Мадаев несется на меня, и его перехватывают его же тренеры. Франсис Нгану схватил его, а он кричит, что ты сказал про меня. В следующий момент он замахивается, бьет по бокалу в моей руке, и вся жидкость летит на сидящих вокруг совершенно незнакомых людей. Его оттащили, приехала полиция, потом появились люди из службы безопасности UFC. Они сказали, что в курсе происходящего, и посоветовали нам держаться друг от друга на расстоянии. Так что в отеле мне приходилось ходить и оглядываться. Все, что я ему сказал перед боем, завтра нам с тобой предстоит сразиться. Понимаете, что я имел в виду? Я пытаюсь зарабатывать деньги боями. Я профи. Он просто не понимает этого и не может контролировать себя. Ну как вам эта история? Я знаю, что меня смотрит много ребяток с Кавказа, и они поймут мою мысль. В США Мадаев находился в гостях. Он представлял на выезде свой народ и свою страну. Поэтому в первую очередь должен был думать о дипломатии. Что бы ни происходило между ним и соперником, у него была возможность расставить все точки над «и» в клетке, а потом пожать ему руку, как это делают профи, и красиво уйти. Что бы люди говорили, у этого парня стальные нервы, его не пробьешь словами. Помните, как это качество Федора действовало на его противников? Но вместо этого Ямадаев устроил истерику, выставил себя неадекватным и невоспитанным дикарем, а в конце проиграл. Газование того стоило? Я думаю, нет. И самое главное, он поднасрал другим бойцам, выходящим в клетку под триколором, которых будут судить вот по таким вот, как Ямадаев. Стоит ли в дальнейшем выпускать за границу такой балласт? До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!